Как вы считаете, где мы можем посотрудничать с иранцами? Вот, сдается мне, что по каждому пункту нам есть, что перенять. Да, у иранцев... Давайте вот пройдемся, начиная с авторских прав и заканчивая... Вы знаете, доисторически я не очень хорошо знаю экономику Ирана, но я могу сказать, что я помню все времена, когда Иран импортировал бензин. Я подозреваю, что если сейчас сказать это современному иранцу, молодому, то он полезет в драку с воплем, ты клевечешь. Я прошу прощения, они нам напоминают, что когда-то их военные приезжали в Советский Союз просить какие-то там ракеты, которых у них не было. А вообще-то они и винтовки в своем время просили. И не получили. Совсем старые. И не получили. И не получили, да. И я хорошо помню, это позорная страница истории нашей Родины, когда Ледведев подписал указ о прекращении... о том, чтобы не подставлять С-300, которые были согласованы. Потому что ввели какие-то санкции против Ирана очередные. Эти санкции не касались этих ракет, чтобы было оборонить оружие. Но Ледведев, как президент, решил прогнуться перед залом. Это хорошо, как сдали Кадайф и эту историю. Но мы можем сотрудничать. Во-первых, мы налаживаем транспортный коридор. Во-вторых, я просто напоминаю, что еще начальным выехом, по-моему, в пятом-то году уже точно, в Иране был вице-премьер по санкциям. Это был специальный заместитель председателя правительства, который координировал всю деятельность по противодействию западным санкциям. А я стесняюсь спросить наших, как бы это сказать, эффективных менеджеров государства, которые считают санкции, как будто это, введенные против России, как будто это их личные деньги или их личные награды. И гордятся этим на каждом углу. А у нас кто централизованно занимается входом санкций? У нас есть такой вице-премьер? Нет. Даже замминистров, по-моему, таких нет, специализирующихся на этом. И более того, они даже боятся об этом подумать до сих пор. Простейшая управленческая вещь. Ну, простейшая. Дальше валютный контроль. Да, в районе с этим очень плохо, по объективным причинам. Да, все понятно. У них есть валютный контроль. А у нас нет не то, что валютного контроля. У нас официально утверждается, что его и быть не должно. Я год назад решил поинтересоваться, как у нас идет дело с куплей и продажей золота. Я обнаружил, что в Сбербанке золотые слитки продают и покупают только за наличие. То есть это криминальные, ну, окей, криминогенные операции, по сути дела. Мне понадобилось устроить большой скандал и лично Набиулеву навести до белого коленя в личной беседе, чтобы, значит, Центральный банк России попросил в СМИР самый технологичный банк, ну, один из самых технологичных банков мира. Мира. Чтобы они, значит, стали его не только за наличные, но и за безналичные. Хотя, вообще-то говоря, если я покупаю и продаю золото за наличные, то это уже криминал поприкнул. На грани криминал. Потому что это золото, оно уже неучтенное, может быть. То есть у нас с завода ушло, а дальше никто не знает, где он. Вот. И сейчас, да, сейчас можно в Сбербанке купить за безналичные деньги. Только, как мне объясняют специалисты, эти безналичные деньги оформляются не как покупка золота, а как снятие наличных со счетов. А дальше банк, все равно, то есть для меня это безналичная покупка, а банк по внутренним проводкам фиксирует, что все равно это наличные. Которые централизованным контролем не поддаются. Когда я пишу в Росфинмониторинг, что у вас происходит, вашу мать, они мне отвечают, а мы не имеем права по вашим законам, господа депутаты, вот такие законы сделают, что мы не имеем права контролировать обречницу. Да ладно, они имеют права не контролировать, понимаете? Ну, вот если это... У меня было несколько эпизодов, когда я доброжелательному иностранцу рассказывал, как у нас обстоят дела в некоторых сферах госуправления. У меня даже, даже не иностранцы, даже российские ученые на меня писали заявление, что Зелянин клевещет, потому что так быть не может. Так, это... Такие вещи делаются. Вот, так что у нас с Ираном это огромное поле, оно не осваивалось, потому что достаточно сильная культурная разница, которую... Зачем преодолевать эту культурную разницу, когда можно, не напрягаясь, работать с кем угодно? Постой вопрос, у нас сейчас с Китаем кризис расчетов, дорогие друзья. А у Ирана есть кризис расчетов с Китаем? Нет. А почему? Да, китайцы сделали специализированный банк для расчетов с Ираном. За всю свою историю этот банк обслужил одну сделку. Как мне объясняют китайцы. Я говорю, китайцы, дорогие друзья, хорошо, а как вы проводите расчеты с Ираном? А мы не знаем. Мы ученые, мы не знаем, как это делается. Вот, я считаю, что у нас должна быть точно так же создана система расчетов, как у Китая с Ираном. Но мы вроде как движемся в этом направлении. Мы движемся в этом направлении, но мы движемся в этом направлении медленно. Медленно. Это точно. И, понимаете, мы имеем расчеты с Китаем. Мы имеем расчеты с Ираном. А где наша неформальная система расчетов с Соединенными Штатами Америки? Да, формальные американцы не имеют права нас покупать, кроме ограниченного, кроме урана, титана и чего-то еще, потому что санкции от урана сейчас отказываются. Хорошо, ребята. А если частное лицо захочет купить в России танк, ну да, перетащить его через границу, это отдельно. Но деньги-то тоже нужно перевезти. Должна быть система расчета, должна быть система расчета. А она у нас есть. Ну, судя по тому, что не ездят танки по улице в американский городок. Нет у нас этой системы расчета. Она должна быть. Ну и в конце концов, наше взаимодействие с Ираном в области разведки, ВПК, с учетом того, сколько у Ирана есть прокси-сил в регионе и не только, с учетом того, что Иран действительно годами наращивает связи вот с теми самыми точками неспокойства, о которых вы говорили во втором пункте. Это просто отдельный мир. Конечно. Я напомню, я напомню, что вот эта вот большая английская провокация, которая в очередной раз зажгла Ближний Восток, она возникла потому, в том числе, что уровень напряженности начал очень сильно снижаться. По всем Ближний Восток. И, да, у Ирана даже в Саудовской Аравии начали, в общем-то, складываться, ну, не могу сказать партнерские, но конфликт рассосался практически, по крайней мере, со стороны. Да, там все друг на друга косятся, но не более того. То есть, наверное, там были какие-то сложные контакты, какая-то тяжелая работа велась, невидимая со стороны, тем более невидимая людьми другой культуры. И не только Китай участвовал в этой работе. Там целый ряд стран, просто на китайской платформе оформившись. Но уголь. Конечно. Потому что так не бывает, чтобы кто-то... Китай выбрали как место, которому никто не придерется и против которого точно никто не ведет санкции. Да. Вот. Но... И это нужно было взорвать. Тоже в этом проблема. Вот. Но Иран добился колоссальных успехов. Просто колоссальных. Ожидаете ли вы большого взрыва... И террористическая война, усиление террористической войны против Ирана, это проявление этого успеха. Ожидаете ли вы большого взрыва на Ближнем Востоке? Нет. О чем говорил в свое время Владимир Вольфович Жириновский? Нет, не все его прогнозы реализовались. Большого взрыва я не ожидаю. Я думаю, что Израиль умрет в силу врождения элит, а не в силу войны. Ну, я думаю... В силу утраты моральных оснований для существования даже у собственных фанатов. Вот так вот. Смелый прогноз. Тем более, что из... Нет, ну это Китинжер спрашивал, доживет ли Израиль до 25-го года. Сейчас он может сказать, что да, доживет. Но... Но это уже не тот Израиль. Не сильно дальше. Не сильно дальше. Вот. Ну, последний израильтянь, это не Таньяхо, на самом деле. Ну, если иметь в виду историю, как террористического государства, последний, кто был готов драться, не обращая внимания ни на что, это не Таньяхо. И он сейчас уйдет. То есть, дальше все пойдет на убы. А дальше возникнет вопрос менеджера, а зачем мне эта территория? Да. Ну, знаете, ведь в еврейском мире существует четыре больших проекта. Только для одного из них, сионистского, Израиль является ценностью. Для традиционалистского он вообще является абсолютным врагом. Почему они в армии, не служат налоги? Для них это враг. Не будет, это не будет конец мира, это будет мое личное время. Ну, или, естественно, нужно создать государство Палестин, для того, чтобы нам жилось и далее, спокойно, с нашими гей-парадами и так далее. Нет, они, кстати, против гей-парадов. А в чем проблема, в конце концов? Давайте поменяемся. Называется, там уже тоже интересная тема, потому что, если государство Палестина будет существовать, оно должно быть единым территориально, должно иметь выход к морю. Вопрос, а где оно должно располагаться? Оно тогда должно отделять Ливан от Израиля. То есть, в принципе, это вообще способ замерения. Потому что вот вам Дарь Иерусалим, вот вам не будет границы. И, в общем, маленький очажок тихого размежевания. Это то, на что теоретически можно было обменять руины газа. Но, опять-таки, это подразумевает стремление к миру, которого мы не видим у англичан. И, на самом деле, эта провокация, она была, террористическая провокация, она была целью уничтожения Израиля. Потому что, если в Тель-Авиве отмороженных людей сменили менеджеры, которые служат не стране, а деньгам, то в Лондоне ничего не забыли. Для Лондона Израиль это враг, подлежащий уничтожению, но его сначала надо использовать. Его нужно использовать. А вот, когда он затупится, тогда его нужно выбрать. И это сейчас происходит? Начало. Начало. Атака Хамаса, на мой взгляд, была вот этим вот, началом этого процесса. Михаил Геннадьевич. Я могу ошибаться, конечно. Можете ошибаться. Как человек далекий достаточно. Я не могу сказать, что совсем согласен. В этой части подискутировал, но время заканчивается. При нашем мнении. Можем встретиться еще раз. Давайте в следующий раз. Да, и посвятить наш разговор уже Ближнему Востоку, ну, чуть глубже. Знаете, я сразу зафиксирую, что я не специалист по Ближнему Востоку. Нет, но вы специалист по экономике. И вам есть что сказать. Знаете, как сказал один человек про Ближний Восток. Ему стали говорить про культуру, про тысячелетние противоречия, про огромные сложности. Он сказал, ребят, вы что, очень много людей и очень мало воды. Отвяжитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова